шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и на этой неделе мы читаем недельную главу торы вайкра вайкра переводится как и призвал и возвал или вызвал но алиф в конце этого слова вайкра стоит в тексте торы совсем мелким шрифт почему это так давайте попробуем разобраться начнем с того что поскольку всевышний вызвал маше так сказать себе на церемонию посвящения открытия мешкана переносного храма в пустыне он говорил лицом к лицу только с маше и буква алиф как буква также может означать учиться то есть не ограничивайся своими знаниями учись в смирении тора сохраняется только у людей которые лишены самомнения и не возвеличивают себя поэтому маше рабе но и удостоился этой чести кого вот он был чрезвычайно скромно он был примером настоящего хорошего еврейского поведения правильное осознание различия между человеком и богом издавна была присуща нашему народу во многих культурах не существовало четкой границы между богом и человеком были полубоги которые образовали некую комбинацию людей и богов у некоторых богов были очень человеческие черты другие люди были повышены до статуса бога или богов когда человек становится богом он должен быть непогрешимым но маше снова и снова подчеркивает человеческие качества это не вызывает сомнения в истинности пророчества маше потому что его пророчество пришло непосредственно от единого бога совершенство божественного учения не подвергалась сомнению благодаря человечности маше из-за своей крайней скромности маше передал слово бога не затронуто его собственными ограничениями и смертностью своим собратьям без давления шаббат шалом дорогие друзья подумайте над этим будьте человечны помогать и друг другу будьте здоровы скромны конечно браха вас лоха много сил ваш раввин каплан